Делать обзоры демо-версий чего-либо было всегда странной затеей, но иногда необходимой. Странной, потому что видео потеряет актуальность на релизе проекта, а необходимой, потому что разработчикам нужно помогать в пиар-компании. Да и сегодняшняя новелла Pink Noise допустила тотальную ошибку в моих глазах, будучи демо-версией, тыкая пальцем на которую можно дать понять другим разработчикам, как делать не надо. А так, если не взирать на нее, то перед нами буквально зайчик, но только с технической составляющей. Ибо выполнено все на уровне и даже местами лучше. Озвучка, анимации персонажей, задников, музыка и так далее. Но вот история... Опять же, да, из-за того, что это демо, полноценно историю затронуть не получится. И даже не потому, что это демо, не потому, что дали всего лишь крупицу сюжета. Нам... Нихуя не дали, вот что я скажу. Я буквально в конце сидел с глазами по пять копеек и лицом на котором было написано... И это все? Но давайте вперед убегать не будем и пробежимся по сюжету, чтобы вы понимали всю картину. Но вы, конечно, можете сами пройти демо Pink Noise'а и уже с пониманием, что и зачем, посмотреть ролик. Ссылка на игру оставлю в описании. Короче, еб... воды в сюжете, блять, хватает и я еще тут наливаю сполна. Pink Noise'а это буквально... Как его... Американский вот этот вот сериал... Как он? С детьми-инвалидами. Странные приколы. Дела, да. Очень странные и очень приколы. Но все сходство кончается на сеттинге. А именно ретро синтвейвные 90-е. Не самый любимый сеттинг, особенно когда начинает играть именно синтвейвный ост. Меня прям, блять, вороть. Ну почему, когда речь идет о 90-х, именно что вот в Америке это всегда про неоновые вывески и синтвейв? Ну почему надо было быть такими стереотипными? И персонажи-стереотипы так же коснулись, если че, блять. Но не всех. Из таких вот стандартных шаблонных персонажей у нас есть Майкл. Он же затрот конкретный, одет соответствующе, щуплый такой и, конечно же, очки носит и все про все знает и постоянно умничает. Эээ? Также есть стереотипная девочка Эшли, типаж которой я не помню, как можно назвать. Но типичная такая блондиночка, популярная именно в своей школе. Ибо ее через свое поведение с нутками духоты я не понимаю, как еще можно было бы объяснить и охарактеризовать. Все такая выебистая, все-то ей не эдак, все-таки ей не так. Всегда хочет, чтобы ребята поступили так, как ей хочется. Всегда недовольны. Короче, конкретная такая бехи. А вот ее пар... Оп, текста не хватает. А вот ее парень, Брайан, просто чел. Немного наивный. С шилом в жопе. И вот в той же жопе детство играет у него на полную катушку. Ну и еще где-то там Ева. Типа, луна в рыбах. Шарите. В том плане, что у нее очень специфичные интересы и такое же поведение. Хотя внешне обычная девчонка такая. И короче, сейчас на ваших глазах мы начинаем спидранить сюжет. Ибо... Похуй там, сами поймете. Начинается все с литра другого воды. Не газированной. Вся приколюха в том, что я хоть убейте, не понимаю, зачем описывать то, что игрок видит и так своими глазюками. Я понимаю, что подводка не подводка. Но когда я вижу вечер, фонарные столбы и дома, я не хочу читать, что передо мной вечерние столбы и фонарные дома, блин. Так еще и описано это все соответствующее и разбавлено водой. Это конкретно мой заеб. Ибо такую экспозицию а-ля Ривервуд. Он же город, где все происходит такой-сякой. Ебать копать, не перекопать. Такой весь мрачный, хуячный. Зиму ждет, сидит. Потому что, ну... Осень ебать ее в корень. Листья, блять, под ногами шуршали, пердели. А вместе с ними пердели и наши герои. Ну типа подводки, конечно, суперские. Но я такое скипую. Ибо понимаю сразу, о чем речь идет. Где идет и кто идет. И поверьте, скипая все вот это вот, я не теряю ничего. Как это было в альтушках, где я скипая добрую часть воды, по сути, ничего не потерял. Так это было и в Принцессе. Потому что я не тупой. Я прекрасно понимаю, где я, что я и какая передо мной стоит цель и без литров воды. Мы играем в визуальную новеллу, где слово визуальное не просто так используется, я думаю. Тем более с таким вот неленивым исполнением, где все-то у нас анимировано, все-то у нас озвучено. Ну грешно так много воды лить. Хотя, кстати, и эту воду могли бы озвучить, как это делал наратор из Slay the Princess. Но, к сожалению, озвучено там все на пиндосском. Возможно, это база для визуальных новелл. Ну, я такое не принимаю. Короче, после описания того, что из себя представляет Ривервуд, какое там время суток, погода и прочее, описание переходит к главным героям, которые идут домой после вечерней уборки в школе, на которую они остались после косяка Брайана. Проходят они мимо каких-то странных и старых домов с не менее странными и старыми жителями. Например, дом Миссис Харвиц, на пороге которого находились странные вязаные коты. На фоне этого всего идет история о том, как брат какой-то там из девчонок украл одного из котов. Но это неважно, ибо раскрытия не будет вообще, ну, по крайней мере, в демо. Пройдя мимо этих домов и немного поныв о том, что... Йоу, как у меня текст надо пролистнуть. Йоу, как меня заебали предки школы. Хочу работать. Майклу привиделся... Тупорылый скримак. Пизда. Ну, показалось и показалось. Опять же, раскрытия у этих его видений не будет, а поэтому скип. Герои проходят мимо Хейминга. Парни, само собой, хотят зайти и погамакать, а девки недовольны и вообще не хотят идти домой одни по темноте. А поэтому Эшли предлагает сделку. Они составят им компанию, но если парни выиграют сотню билетов, то приз выбирают они. Под таким предлогом герои и заходят в это чудо-заведение, которое воняет говнёй, душное и просто девочкам не нравится. Но зато тут есть кошка. Пока они гладили кищу, пацаны, в свою очередь, ебашили в... Выбор огромный, да. С учётом того, что все выборы в демо — это выбор без выбора, то играть они будут в... Да хоть там в Пэкмэна они играть будут. Ну как они? Я буду играть. И... Боже мой. Бля, глоток свежего воздуха. Я того рот наоборот. В новелле дали поиграть в игру. Правда, в мини-игру, но всё же. Дайте мне три в ряд в какой-нибудь новелле, и я буду писать кипятком от счастья. Разработчики могли не делать эту мини-игру. Ну, потому что жанр-то... Новелла как бы сиди, перди, читай и в хуй не дуй, но... Но нет. Заморочились. Сделали. Да, банальный Пэкмен, но другая какая-нибудь новелла в 24-м году может похвастаться такими деталями. Да чтобы и фон анимировали, персонажей, озвучку сделали, да ещё и мини-игру пихнули. Нонсенс для жанра, я считаю. Не знаю, чё там по зайцу, есть ли в нём мини-игры какие-нибудь. Если есть, то вплетены ли они в сюжет грамотно. Сори, не играл. Но сравнить и упомянуть придётся. Позже. И вообще, а почему Пэкмен-то? Тот же Миссайт в своём демо примитивный файтинг сделал? Сделал. А чё ж тут-то не сделали? У вас даже движок, блядь, одинаковый. Авторские права Пэкмена вы перерисовали, не прикопаешься. Чё мешало то же самое сделать с файтингом? Вы представляете, какой был бы разъёб, если бы в новелле появилась мини-игра файтинг, да ещё и клон стритфайтера с хотя бы парочкой каноничных приёмов? Это же... Говнище полное было бы, потому что Текен лучше. Говнище полное было бы, да ещё и клон стритфайтера с хотя бы парочкой каноничных приёмов? Короче, поиграли пацаны в Текен... Эээ, бля, в Пэкмена. Побеждение оформили. И вместе с ним и шматок билетов. На которые только кубик-рубик и смогли купить. А на сдачу... Мужик даёт им загадочную кассету, которую нашёл на полу, ёбаный в рот. Конечно же, сам он её не смотрел, почему-то, блядь. Типа... Поэтому почему бы не отдать её детишкам? Это же не может быть та самая папина кассета, да? В общем, наши герои её понюхали и чуть ли не облизали, настолько они в предвкушении будущего кинца. Как вдруг Майкл умудряется защемить палец, играя в кубик-рубик. Знаете, что это? Это очередное событие, которое в демо никак не обыгрывается. Проходя мимо дома Эшли, Ева спрашивает про старый видеоплеер. И у компании рождается идея сделать вечер чуток веселее. Зайдя в сарай, компашка наблюдает старшего брата Эшли, который в наказании, что ли, я не помню, отсиживается дома. Но здоровый лоб занимает телек, и так важный для героев видик. А поэтому парочкой уголовок... Ой, блядь. А поэтому парочкой уловок с очередным выбором без выбора, видик и телек достаются героям. Они все садятся около телека, вставляют вонючую, пропахшую тиной кассету и наблюдают белый шум. Пока видик не пропердится и не покажет нам... Битлджус. Ну а все, а что вы хотели? Ладно, на самом деле, не важно, что вы там хотели, вы этого не получите, по крайней мере, в демо. Короче, не будем игнорировать зайца в комнате, и да, Pink Noise действительно является конкурентом зайцу. А если подумать, то и вовсе наследником. Ибо когда выйдет пятый эпизод зайца, мне вот неизвестно. Но когда он выйдет, Pink Noise в запасе будет иметь не менее четырех, ну или хотя бы два-три эпизода точно. Наследником же Noise является чисто из-за технического исполнения, которое местами может быть даже превосходит зайца. Опять же, в зайца я не играл. И да, если будете спойлерить зайца в комментах, то у вас все будет хорошо. Только в обратную сторону, блядь. Только в отличие от зайца, Pink Noise имеет отвратительную демо-версию с точки зрения завлечения аудитории. Нам, конечно, и по трейлерам понятно, что там заебанина происходит, а-ля злой мужик из телевизора пугает детишек, их же страхами или что-то такое. Прям что-то из фильма Оно. Но все же, демо со своей задачей не справляется. Это больше техно-демо, потому что тут истории минимум, которые вдобавок ни крючков, ни клиффхенгеров не кидает. Зато нам картинку показали, музыку дали, созвучка послушать, туда-сюда. А вот истории кот наплакал. Зря только вот кота плакать заставляли. В этом проблема не только Pink Noise, но и в принципе проблема RU и СНГ индустрии. Разработчики просто себя подавать не умеют. Вот только если в случае с Pink Noise трейлеры были хорошими, а демо говно, то вот Misside сделал все наоборот. Потому что в Misside мы доходили по сути до триггера истории, который мы нажимаем, но дальше идет черный экран, который заставляет интересоваться проектом и ждать его релиза. А Pink Noise именно что как ключами этим триггером перед нашим носом трясет и не дает нажать. Хотя там и дураку понятно, что детям пизда. Но какая? Дети просто сели телек смотреть, ну типа и чё? Вот если бы их засосало туда и демо бы кончалось на каком-нибудь первом испытании героев, где они были бы на пороге смерти, то да, демо бы цепляло. Но что-то мне подсказывает, что этим в принципе кончится первый эпизод. Хотя судя по опять же трейлерам, где вот рукой лицо сдавливает и прям вот сжимают его конкретно, считайте с жестокостью все будет хорошо. И это может означать лишь одно, что герои скорее всего не бессмертны. И как в каком-нибудь The Dark Pictures можно убить буквально всех. И это прикольно, если бы было бы правдой. Потому что выйдя игра сразу вся и будь она новеллой на часов 5-7, то я бы в это поверил. Но нам заверяют, что эпизодов будет целых 5 штук. А теперь вспомните с какой периодичностью выходили эпизоды Зайца с учетом его популярности. Долго, короче, если мне память не изменяет. А тут выходит по сути ноунейм проект, который пусть и выполнен хорошо, но демкой цеплять не цепляет. И как вы думаете, прикольно ли будет наблюдать за неким шоу, за калькой на фильм Оно, где страхи детей ебут их в жопу буквально на протяжении 5 эпизодов? И это к тому, что герои, кажется, все же будут бессмертными. Или же лимит на смерть будет в количестве одного героя на эпизод. Или что-то такое. Опять же, ничего невозможно предугадать с учетом того, что завязка говна. Ну, просто говно из жопы. Потому что непонятно, что это за дед. Че хочет. Че за шоу. Че за кассета. Вообще ничего не понятно. Тот же Миссайт все карты не раскрывал, но давал уже пищу для размышлений и построения всяких теорий. Он то и дело оставлял различные детали, пасхалки и прочие вещи, которые как-либо были уже связаны с митой. Вот так и фанбаза появилась. Но вы знаете, подобные Зайцу, Миссайду и прочим играм, где можно строить тупорылые теории и делать такие же тупорылые видео, почти всегда обречены на успех. Но Pink Noise, опять-таки, все держит под покровом тайны и дает игрокам только техно-демо такое и ничего не раскрывает. Дом с котами, конечно, заебись, прикольно, но нахуя он тут. Майкл видит скримаки, ну типа и. Опять же Майкл поранился игрушкой, ну и что, он просто криворукий получается. Еще можно вспомнить демо Принцессы, которая показала все сразу, как и Миссайт. Заверяли, что не линейный сюжет? Вы это в демо могли пощупать. Также заверяли про неоднозначную историю, которая окутана загадками, вы это тоже получили и тот самый триггер нажали. Ну а Pink Noise, вы и так знаете, что повторяться дважды. Это может сыграть злую шутку как для разрабов, так и для тех, кому первый эпизод понравится. Потому что вторых будет мало из-за скрытности первых, которые не смогли зацепить игроков своей демкой и историей в ней. Вторые же пострадают тупо потому, что в новеллах и просто в индустрии уже становится модно использовать эпизодическую систему. Первый эпизод мы выпускаем, пусть там и огрызок от основной и готовой истории, которую мы планировали на 2-3 эпизода, а в случае успеха развели бы воды на 4-й и 5-й, но если первый не окупится, лавочку мы прикроем. Прикол реально угарный. Я понимаю, что игры это уже больше бизнес, нежели искусство, и поэтому рисковать никто не хочет, особенно инди-разработчики. Но блять. Вкладчики просто будут обмануты, потому что окупаемость новеллы оказалась нулевая или вовсе ушла в минус, например. А поэтому заканчивать воплощать сценарий, который мы поделили на эпизоды в жизнь, не имеет смысла. И игроки просто остаются согрызком от полноценной истории. Я не утверждаю, и мои слова не претендуют на звание истины в последней инстанции, просто я в рот ебал эпизодическую систему. Потому что в случае тотального и неожиданного успеха разработчики обычно превращают хороший продукт в дойную корову, которая с каждой частью, дополнением, эпизодом и прочим продолжением становится хуже. Но в случае с эпизодической системой, тут именно что готовый сценарий сразу делят на части, и в случае провала, повторюсь, игроки остаются согрызком. Опять же, все равно нашлись уже те, кто окликал розовый шум как лучшая новелла 24-го года и так далее. Но если честно мне, все равно кто че там кого лучше. Потому что жанр до сих пор стоит на месте. Это как были картинки с текстом на протяжении долгого времени, так ими и остались. Хотя технологии далеко скакнули вперед и позволяют новеллы превратить во что-то большее. И нет, я не хочу превращать новеллы в другой жанр. Я именно что говорю про улучшения и дополнения жанра. Я говорю про эксперименты. Перенос задников, перемещения и в целом мир в 3D, например, мини-играми разбавлять новеллы, механиками и так далее. Речь не про превращение одного в другое, а про улучшение. Вот, кстати, про лучшие новеллы. Slay the Princess расширяется и обрастает мясом после тотального успеха. Потому что дала как раз таки жанру что-то новое. Видос, если что, имеется. Принцесса как раз таки про то, что рискнуть иногда нужно, если игра, так скажем, стоит свеч. Ежели Pink Noise будет просто новеллой с каким-то стандартным и клишированным сюжетом, но зато, бля, с анимацией и озвучкой, то он проиграет. В это верить, конечно, не хочется, но я делаю выводы просто из того, что имею. А имею я по итогу демо? Нихуя. Хотя потенциал, я уверен, у новеллы огромный, который, кстати, из-за сеттинга может загнуться. Не знаю, на кого там упор делают разработчики, но не думаю, что в СНГ пространстве так популярен сеттинг стыка 80-х и 90-х, тем более в Омерике, при неоновом всем этом говне. Но мне было интересно играть, мне было интересно читать и слушать, но меня оставили ни с чем, и по итогу я не знаю, чего ждать. Сам прикол с кассетой так-то в культуре очень, скажем так, охуенный. Не буду говорить о чем-то популярном, но, короче. Недавно я посмотрел Синистер, и это был пиздец. Обалденный саспенс. Чел тоже нашел какие-то записи, стал смотреть, изучать, охуевать. В общем, кто смотрел, тот шарит. И именно из-за Синистера я и продолжил играть с интересом, потому что хотелось узнать хотя бы, что на кассете. Узнать концепт этого шоу с дедом, что он делает-то. Но нужно ждать релиза. И напоследок скажу про угарный шрифт в самом названии. Ведь угарный он, потому что, сука, бесплатный. И гуглится типа, глич, киберпанк, шрифт, чё-то такое. Я просто когда увидел этот знакомый фонд, и меня чё-то разнесло. Также меня расперло и разнесло от того, что некоторые говорят, мол, тут лучшая озвучка. Не понимаю, в каком контексте она, правда, лучшая, но типа, когда персонажи говорят... Сейчас, погодите. Но типа, когда персонажи говорят вот так, то хочется выключить иногда эту игру, блядь. Экспириенс от игры в Индику свою роль сыграл, конечно. И мемы. Мемы в группе ВК. Ребята, если не умеете, не надо. Спасибо. Было бы славно, если бы моё видео являлось именно что-катализатором для возникновения фан-базы Pink Noise. Было бы тепло на душе, знаете, от осознавания, что сделал доброе дело. От которого, быть может, получу ключик на релизе, а то Мисайду помог, а ключик мне давать не хотят. Ну, кто так делает? А я лишь оставлю ссылку на Steam Pink Noise и буду надеяться на лучшее. Буду надеяться на то, что мои ожидания обманут в хорошую сторону. Да и наших разработчиков поддерживать надо. И я с этим чё-то зачистил в плане русскими проектами. Альтушки, Неясная, Индика, теперь ещё и это. Надо немного вектор поменять для разнообразия. Так не считаете? Да и обещание надо сдержать. Альтушки, Неясная, Индика, 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 Индика. Альтушки, Неясная, Индика, Индика.